Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. День открытых дверей в центре культуры поселка совхоза имени Ленина. Это фристайл, это вид дрессировки, это танцы с собаками. Общество инвалидов провело благотворительную акцию перед началом учебного года. Мы готовились к 1 сентября, мы его ждем. У кинотеатра «Искра» состоялся показ моноспектакля «Развод». 10 июня. Катя, привет! В своем письме написала, что стала отличницей по всем предметам. Все ближе 1 сентября, а значит самое время выбрать, чем будет заниматься ребенок во внеурочное время. В центре культуры поселка совхоза имени Ленина прошел день открытых дверей. Всем желающим рассказали о работе кружков и секций, в которые тут же можно было записаться на занятия. Подробности в сюжете Максима Козлова. В настоящий момент в ДК поселка, где базируется муниципальный центр культуры, идет ремонт. Но это не повод для остановки работы с детьми. Более 20 секций кружков набирают желающих на новый учебный год. Есть кружки художественного развития, они немножечко отличаются между собой, ну по направленности работы, скажем, да. Есть у нас 4 кружка, так или иначе связанные с хореографией. Среди традиционных направлений работы с детьми есть и довольно экзотичные. Например, в новом году здесь можно будет научиться играть на гуслях. Ну а кружок циркового искусства уже давно завоевал популярность у маленьких жителей поселка. Чуть акробатики, чуть-чуть жонглирования, ну координация тела и как бы для общего развития основу базы. Потом, естественно, если человек как бы будет расти и ходить, естественно, он будет как бы дальше немножко расти. Будет уделяться внимание в центре культуры и работе с особенными детьми. Есть клубные образования, которых раньше не было никогда. У нас два кружка по специально ориентированных на работу с людьми с ограниченными возможностями. Творческой фантазии работникам центра культуры не занимать, а потому и день открытых дверей они превратили в захватывающее шоу. Здесь можно было сфотографироваться с трансформером, принять участие в мастер-классе и познакомиться с особым гостем, дрессированной белой швейцарской овчаркой по имени Шон. Это фристайл, это вид дрессировки, это танцы с собаками. Вот элемент из этого направления Юля показала. Затем и следовая работа. То есть Шон умеет очень много. Восемь в одном. При формировании группы, расписании занятий, сотрудники центра культуры традиционно будут ориентироваться на занятость детей в школе, а потому активная работа начнется в сентябре после того, как в ежедневный ритм войдут школьные уроки. Школа приедет со списанием, потихонечку основное детское образование войдет в режим работы где-то в течение недели, после чего мы также начнем работу наших кружков. Пока вот здесь в корпусе 18-Б, по мере окончания ремонта и в Доме культуры. Тем, кто по каким-либо причинам не смог в этот раз попасть на день открытых дверей и записаться в кружок, не стоит расстраиваться. Мест хватает, а подобные мероприятия будут проводиться и далее, вплоть до начала занятий. Максим Козлов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Уже послезавтра во всех школах муниципалитета начнется новый учебный год. А к этому необходимо подготовиться. Не придется долго ходить по магазинам ребятам из общества инвалидов. Все необходимые канцтовары и новые школьные рюкзаки им подарили в организации. В обществе инвалидов давно существует традиция. В августе всем вместе собирать детей в школу. Тем более, что нынешний учебный год в муниципалитете начнется в очном режиме. Найти все необходимое для школы, организации помогают благотворители. Много лет нам помогает «Газпром в ней газ». Мы очень благодарны руководству, что они продолжают эту традицию и поддерживают наших деток. В этом году также принял участие депутат Совета депутатов Рымша Владислав Валерьевич и приобрел рюкзаки и сумки для подростков. В Ранцах все необходимое для школы. Тетради, фломастеры и ручки, альбом для рисования и даже энциклопедия. Всего подарки получили семь школьников. Обладательницей нового рюкзачка стала и семилетняя Соня. В этом году она собирается в первый класс. Мы готовились к 1 сентября, мы его ждем. Для меня это очень… даже для меня, не столько как для мамы, а просто как для человека, для меня всегда 1 сентября вызывают очень такие эмоции. Она идет в школу, которую заканчивала я. И, конечно, это родные стены. Большие надежды, будет все хорошо, будем стараться учиться. К осенней прохладе стоит подготовить и свой организм. Музей-заповедник Горки Ленинский передал обществу инвалидов 140 килограммов яблок. А значит, запас полезных витаминов и микроэлементов членам организации обеспечен надолго. Александр Столяровый, Сергей Ларин, Евгений Садовский. Видно этого. В поселке Горки Ленинский состоялись детские танцевальные соревнования. Мероприятие было организовано сотрудниками досугового центра «Юность» совместно с активистами молодой гвардии Ленинского городского округа. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Юные жители поселка Горки Ленинский просто обожают танцевать. Поэтому именно для них сотрудники досугового центра «Юность» организовывают настоящий праздник танцев. Праздник танцев для детей был организован совместно с активистами молодой гвардии Ленинского городского округа. Мероприятие проходило в рамках проекта под названием «Танцевальный батл», который в этом году участвует в губернаторской премии «Мы рядом». Мы прошли во второй тур, и сегодня у нас на мероприятии очень много детей. Параллельно ведется запись волонтеров, волонтера Ленинского городского округа. На один вечер спортивная площадка в поселке Горки Ленинский превратилась в настоящий танцпол, где более 50 детей и подростков сразились за звание лучшего. Под самую разную музыку ребята продемонстрировали все свои танцевальные таланты. Соревнования здесь проходят каждый год и очень популярны среди местного населения. Побольше бы таких праздников для детей, когда не на площадке проводишь, а в общей компании. Это здорово. Особенно после трудовой недели. Вот это прям напряженная неделя, и как раз прям вообще прям зарядка, еще эмоции на выходные. На самом деле как-то не хватает, потому что нет осмысленных, наверное, каких-то праздников. Хотелось бы побольше веселья для детей. Особо выделялся среди участников 10-летний Кирилл Слепцов. Мальчик рассказал, что очень любит танцевать, и когда слышит музыку, просто не может устоять на месте. Все танцуют, маленькие, взрослые, подростки, все. То есть тут даже взрослые могут танцевать, если захочут. Очень прикольно. Кирилл признается, что танцевать его научил дедушка. Дедушке лет 66. Он танцует, ему как будто лет 27. Танцует вообще. Молодежь, когда танцует брейк датч, вот он так же танцует. Для всех участников танцевальных соревнований были подготовлены небольшие сувениры. Ну, мне очень нравится. Мне кажется, что я пройду и в третий тур, потому что я тиктокер, лайкерша и ютуберша. Я не хожу, никакие кружки, я танцую дома. И я очень рада, потому что мне сделали аквагрим, у меня будет маленький подарок. И вообще, мне очень нравится здесь. Как рассказал организатор мероприятия Анастасия Матвеева, такие танцевальные праздники активисты молодой гвардии планируют проводить и в других населенных пунктах округа. Я, я, ракета, полетела в космос, полетела в космос, раз, стиховка, два, стиховка, а вокруг планеты, солнце и луна, а вокруг планеты, солнце и луна. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Витнай ТВ. У кинотеатра «Искра» состоялся показ спектакля по пьесе Ксении Князевой «Развод». Исполнительница главной роли, она же единственная актриса в постановке Анастасия Колосок, по мнению режиссера, сумела передать всю драматичность истории. Спектакль посмотрела Татьяна Брылова. Несколько минут до начала спектакля. Все уже готово, но не стоит ждать, что зрительный зал наполнится, и в предвосхищении увиденного раздадутся аплодисменты. Режиссер постановки и автор пьесы Ксения Князева пока одна из немногих, кто готов к просмотру. Играть ему на спектакле очень сложно, говорит Ксения. Это безумно сложно, это даже сложно профессиональному актеру сделать. Вы знаете, это полчаса как минимум надо держать зрителя в большом напряжении. Представляете, каково это для актеру собраться и вести от себя свой монолог, чтобы зрителю была интересна его история, чтобы он ее смог передать. Единственная актриса, занятая в спектакле, Настя Колосок, рассказала, что работа над ролью была непростой. Ведь действие происходит в 90-е, когда юной актрисы еще и на свете не было. Мне приходилось там музыку слушать из 90-х, как-то вживаться, чтобы больше понять девочку, которая это пережила. Получилось как-то? Я считаю, что да. Развитие пьесы таково, что вначале зрители не очень понимают всю драматичность сюжета. Девочка-подросток пишет письма своей подруге. Кажется, все легко и просто. 10 июня. Катя, привет! В своем письме ты писала, что стала отличницей по всем предметам. Встречай меня 2 июля в 6 вечера с коробочкой Юпи. Я подсчитала, нам этой коробки хватит на 100 для бутылки. И в этих немудреных письмах вся жизнь девочки. Вот она с другом едет на озеро на велосипедах, а вот и Новый год с его подарками и радостью. Но проходит время и случается беда, которую соизмерить с детством очень сложно. Это не со мной! Это не со мной! Это сон! Это сон! Мама! Папа! Ну, это всегда больно, когда семья рушится. И вот этот взгляд детей на отношения родителей, это, конечно, знаете, ну, со стороны сценариста, вот как он видит эти отношения. Да, это трогает. Ну, я плакала. Второй раз смотрю, и каждый раз плакала. Очень тронула, конечно. Все тронула. Игра, очень способная девочка, очень красиво все сделано, отличные эмоции. Мне очень понравилось, очень трогательно. И прям тоже до мурашек. Равнодушных не осталось. И это главное, считает Ксения Князева. А если благодаря этому спектаклю кто-то задумается и сумеет, несмотря ни на что, сохранить семью, для его создателей это будет самой большой победой. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Чемпионат России по мотоболу продолжается. На этот раз «Металлург» со встречным матчем ездил во Владимирскую область, где сыграл с местной командой «Ковровец». Многие факторы осложняли встречу, в том числе необычное покрытие поля. Насколько видновские спортсмены справились с задачей и с каким счетом завершился матч, расскажет Юлия Погасьян. Многие привыкли видеть клуб «Металлург» лишь на домашнем поле, но в сезон спортсмены часто играют и на выездных матчах. Девятая игра чемпионата России по мотоболу проходила во Владимирской области. Погрузили мотоциклы и полный энтузиазма видновчане отправились в путь. «Металлург» всегда отличала сплоченность. В команде царит дружеское настроение, поэтому в поездке ребята решили совместить приятное с полезным. По пути остановились в музей мотоциклов, где увидели интересные ретро-экземпляры. У нас даже эти моторы в 92-м году были. Александр Иванович Царев в то время во Франции играл. Когда они пришли, говорит, мотор посильнее, чем «Ротокс» ехал. Австриевский, новый. Удобный мотоцикл, но мы уже... А сейчас еще удобнее. Сейчас надо кушать побольше, чтобы держать его. Конечно, удивляемся, как раньше играли. Сейчас вообще другие мотоциклы. Мы, конечно, восхищаемся нашими дедами, как играли на такой технике. Зарядились положительными эмоциями и вдохновились на игру. Матч с Ковровцем был последним в рамках отборочного этапа. Сейчас прошел двухкруговый турнир. Вот первые три команды, которые заняли в отборочном этапе первые три места, в каждом из этих городов будет турнир. Вот первый в Ипатово, второй в Кирпильске, который третий место занял. И первое место в Металлург в Видном последний турнир 16, 17, 18 сентября. Последний финальный турнир будет в Видном. Конечно, вне дома играть нелегко. Тем более в Коврове совсем другие условия. Стадион побольше, а самое главное – покрытие. Асфальт присыпан песком. Мотоциклы скользят. Видновчане к этому не привыкли. Однако Металлург показывает хорошие результаты. Середина матча, а счет уже 3-0. К этому полю мы готовились дома. Специально засыпали, такое же делали скользкое. И брали тактические варианты из хоккея, противоход. Очень интересные моменты. И они сегодня получались. Не для жесткого поля, а именно для скользкого поля. Все ребята работали по указанному плану, по тактике, которую мы нарабатывали. Команда «Ковровец» всегда была для Металлурга сильным соперником. Но сейчас состав клуба обновился. Теперь игроки очень молодые. Но, как отметили видновчане, быстро набираются опыта. Финальный счет встречи – 5-0. Ребята все молодые, как на подбор. И у них свой почерк игры. Похож на европейский мотобол. Да, играют очень комбинационно в пас. Стоят четвером все в защите. Ну, интересная команда. Я думаю, что она будет прогрессировать, расти. Думаю, что скоро будет в тройке она. Счетом довольны? Счетом 5-0, да. Отлично. Впереди серьезные игры, впереди плей-офф, и нужно себя поберечь. В этом сезоне «Металлург» не проиграл ни одного матча. И вновь ребята привезли домой победу. Но опять отправились в путь. На этот раз в Ипатово, что в Ставропольском крае. 31 августа видновчанам предстоит встретиться с местным колосом. Игра, предположительно, пройдет без зрителей. Юлия Пагасиан, Сергей Ларин и Катерина Давлятова. Видно этого. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин